Эпизод тридцать седьмой. Маски. Замечание лорда о несвойственных нам ролях задело меня заживое. Я с детства терпеть не мог лицемерие, которым, к сожалению, была пропитана практически вся светская жизнь маман. Таких амплуа у неё было бесчётное количество, и ничего плохого она в этом не видела. Мне же было совершенно непонятно, зачем ей надо было играть такое множество ролей. Ведь, на мой взгляд, было бы гораздо проще, если бы маман оставалась сама собой. Я, конечно же, осознавал, что и мне тоже, в основном из-за неё же, иногда приходилось вести себя несвойственным мне образом. Однако такое своё поведение я никогда не рассматривал как лицемерие. Оно больше ассоциировалось у меня с отсутствием выбора. А по словам лорда выходило, что отсутствие выбора приравнивалось к игре несвойственных нам ролей, что в моём понимании означало лицемерие. В таком случае выходит лорд Голдинг прав, и всем нам действительно, пусть даже и время от времени, приходится носить маски. Но вообще-то, если отбросить вопрос лицемерия, то мне очень нравились карнавальные маски, особенно их гротескность и красочность. Роскошные же венецианские маски были для меня воплощением какой-то особой загадки, которую обязательно хотелось разгадать. Но, может быть, это было лишь моё личное восприятие, а на самом деле маски существовали для всё той же лицемерной игры, о которой говорил лорд Голдинг. «Синьор Адаманти, а что вы думаете о масках?» В надежде получить более вдохновляющий ответ на этот вопрос обратился я к послу. «Вы знаете, месье Аллен, в этом вопросе мне придётся согласиться с лордом Албертом», – сверкнув на меня белоснежной улыбкой ответил синьор Адаманти. «Неужели вы предпочитаете лицемерие?» – воскликнул я. «Нет, такого я не могу сказать. Но моя профессия предполагает ведение определённых игр, которые требуют от меня исполнения определённых ролей». Но тогда получается, что маски вообще исключают возможность быть самим собой. А вот это, месье Аллен, не совсем верное заключение, подливая мне в бокал вина, произнёс синьор Адаманти. «Маски, ко всему прочему, могут дарить нам свободу». «Свободу?» – уставился я на посла. «Да», – кивнул синьор Адаманти. «Но при чём же здесь свобода?»